доброе всем утро сейчас 9 часов и 5 минут 6 все еще спят но кстати николас уже приходил вот там подачки тут идет Проснулись, по-моему. Доброе утро. Доброе утречка. Что у нас там лежит? Ого, все-таки Николас положил мне в обоих что-то. Думаешь? Смотри. Короче, что он мне дал. Вот какой-то Гарри Поттер 3D пазл. А, это проставка для карандашов только в 3D. Вот так вот можно собирать. Прикольно потом по делу. Доброе утро. Доброе утро. Ну иди собирайся в подарок. Вот такой вот мелкий Николаус или Дермороз. И что-то еще есть? Да, что-то еще есть тут. Куча маленьких яичек. Все, закончилось. Прикольно. Что, Артем? Это моя поляка. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Это антистресс, да? Не знаю, что это. Это мама, да. Я вижу, что такое. Индетейдер. Да. А, на магнитур? Да-да. Окей. Можно я её попробую? И ещё. У тебя яичек какой-нибудь. Класс. Николас вас не забыл. Вот. Вот этот вот артёмин сюрприз. А вот этот вот мой. Ну, а яичек у меня и артёмин есть. Короче, это пазл-стаканчик. Только у меня кунтика порвалась, мне скоро кунтику зашли. Да, договорились? Володя приехал в гости к нам, привёз Милану. Милана, он хвастается нам, что ей принёс Николас. Нет, мама попросила, чтобы я ей показала. Она не хватит, это она мне показывает. Сегодня, кстати говоря, у нас уже второй адвент, пора зажигать. Ну давай, Артёмка. Артём, откуда ты зажигалка? С Киреции. Ты что, куришь? Да. Точно не куришь? Точно. А как-то куришь. Железно, да? Сейчас ты и не начинал толку, да? И уже бросил. Уже бросил, наверное, да? Ватвы-то не было. Кто такой Николаус, Милан? Это тот, который приходит и ловит конфеты в ботинки. Еще? А может это Николас, который вот у Володи живет? Нет, нет, нет. Имя Николас и Николаус разные. Таник, ты не знаешь, что такое Николаус? Николаус? Ну это дед с мешком. Нет, это Санта Клаус. Ну тоже Николаус. Санта Клаус и Дед Мороз. Ну а у Николауса крестик на шапке, а все остальное то же самое. Это библийский. То есть, подожди. А как его зовут, это Кеша? Церковь. Библийский. Он был, короче, настоящим человеком, работал в церковь в Турции. И, короче, и там работал, и в конце концов стал носить там детям в одном маленьком городе подарочки. Короче, посмотрите фильм «Рождественские хроники 2» и вы узнаете. Нет, это тот Санта Клаус. Нет. Но в начале он был Николаус. Да, посмотрите фильм. Папа не смотрел с нами, он не знает. Может быть, это немецкий Санта Клаус? То есть, Дед Мороз, это тоже Николаус? Нет. Нет? Нет. А, другой, да? То есть, Санта Клаус, Николаус, Дед Мороз, это все разные люди? Ну они как бы коллеги, да, но они разные. Санта Клаус и Дед Мороз одинаковые. Одинаковые? Ну я думаю они братья, может нет? Ну, по смыслу. Как тут Дед Мороз-то, господи? По-немецки забыл. Вайнерсман. Вайнерсман. А, Вайнерсман. Одинаковые. Правильно. Вайнерсман и Николаус разные люди. А Николаус разные, это вот, наверное, много... Но Николаус чуть иначе выглядел, а у него крестик на шапке. Как у Папы Римского. Может и Папа Римский? Да? Поехали. Надо немножко развеяться. Атем мне позвонит? Шарфик. Молодец. Мы сегодня с тобой с шарфиком. Что-то холодно, дождь. Зима. 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 Декабрь. Я не понимаю. Мы не понимаем. Мы на последний день в школу. Да, завтра в школу. Ты стих выучила, Милочка? Что? Ты стих выучила? Да. Как это? Дай, расскажи, завтра? Нет, в пятницу, но все равно. Надо уже учить. Я только с улицы у меня на скутерик ехал. Что-то под замерзл прям. Под дождем, я представляю. Наверное, не очень так. Так, а что у нас? Что у нас? Что у нас по Австрии? Расскажем? Как это предполагалось, в Австрию мы на Новый год на Рождество не едем. Потому что приняли решение, что в Австрии лыжные курорты будут открыты. Точнее даже, ну, не курорты, а эти вот горки, подъемники, кафешки, возможно, там вообще будут тоже закрыты. Но они будут открыты только для своих, для местных, для австрийцев. Все остальные, пока еще такая информация, смогут с какого-то января туда приехать. Но это тоже еще не понятно. И нам это уже по числам не подходит. Мы в расстройствах, в печали позвонили туда, где у нас были забронированные апартаменты. Сообщили, что мы не приедем из-за такой ситуации сложившейся. Она сказала, что я все понимаю, я в курсе, мы без проблем вернем вам залог обратно. Без всяких там вычитаний и так далее. Сама сказала, мы даже не успели спросить. Мы, конечно, этому обрадовались, но сказали, давайте подождите, пока не нужно нам переводить обратно деньги. Давайте попробуем пока перенести на пасхальные каникулы, потому что там сезон катаний вплоть до начала мая. Поэтому есть шанс все равно покататься и даже в других условиях немножечко. Для нас был бы это тоже интересный опыт, потому что уже погода совсем другая, настроение другое. В общем, было бы даже интересно. И на этом мы и порешили. Перенесем на Пасху, пока еще определяемся с числами. И будем ждать и надеяться, что, возможно, все сложится. Ну, а Рождество и Новый год, похоже, что дома. Мы приехали сейчас в Нидерланды. Надо выбросить, ты сможешь удержать? Да. Одежду выбросить. Красный крест. Вот так выглядит контейнер с красным крестом. Сюда надо, да? Давай сюда. Прямо вот так? Да. Вот так сразу? Поднимаешь, она бросается. Оп, и все. И уже не вытащишь оттуда, не назад. Понял, как работает? Вот так же. Дойчес Роте скройт. Вот, выкидывающий, я так оказываю, что вот тут выглядит. Ну, а ты сколько у езлов вокруг делала? Два, а ты сколько? Я помню. У вас одинаковые с Миланой? Только цвет разный. Мы, кстати, до сих пор еще не купили елочку. Ты знаешь, где будем покупать елочку? Живую будем брать? Да, наверное. Да, живую будем брать. Я как-то не могу настроиться на искусственную. Вроде как уже и думала, уже и подходила к этому вопросу, смотрела в магазине. Но как дело доходит покупать, я как-то не могу, не знаю. Мне предлагает Саше в горшке в этот раз. В горшке? Да. Вот, кстати, расценки. Здесь есть один, два, три, четыре, пять соляриев. Это самый новый, самый дорогой. Минимально 12 минут и стоит 11,50. Я люблю третий и четвертый вот эти солярии. И здесь 12 минут 8,50. Ну и сами видите, да, расценки. Сейчас мы взяли Таня третий, я четвертый. Таня в следующий раз хочет в какой-то другой сходить. Но мне нравятся именно вот эти два, они офигенные. Просто раньше их для себя выделили, что они лучшие. Но раньше были остальные другие. А теперь, видишь, поменялись. Я в этом тоже был. Он такой мощный, достаточно мощный. Но большой разницы я не почувствовал, а зачем платить больше. Он стоит реально, получается, на сколько? На 3 евро дороже. С коллагеновыми лампами, видишь? И что это дает? Хорошо. Что? Для кожи. Да? Да. Ну, копченая как? Я еще нормальная. Ты себя видел? Жарко было. Хорошо было. Не, в этом полегче, мне кажется. В третьем. Я взял 14 минут и, честно говоря, пожалел об этом. Надо было убрать 12. Хватило бы вполне. Я уже последние две минуты уже думал. В прошлый раз 12 вместе ходили. В этот раз Саша записался на 14. Я думаю, мне показалось. Я говорю, Саша, нет, я на 12. Потому что я помню, я в прошлый раз такая розовенькая была. Думаю, мне пока достаточно. Пока эффект чувствуется, мне достаточно. Я всегда выхожу солярий, мне Таня говорит, ты какой-то копченый. Даже все 12 минут. Ну, ты реально выходишь под копченой. Да. У меня к вечеру больше проявляется. Такой красноватенький. Не такой, как у тебя бордовый, а сливовый. Сливовый. Сейчас решили пойти в магазин Альберт Хайн купить Тане чай. Детей мы отправили к моей маме. Почти, она сейчас встретилась нечаянно с нами. И мы передали их бабушке. Они пошли домой. Нам нужно купить хлебушко еще. Обязательное правило каждому взять тележку. Альберт Хайн. Это наш любимый магазин в Нидерландах. Вот такие натуральные соки мы иногда берем. Они здесь бывают мешанные. Вот это апельсиновые, чистые, да? 3,39. Есть. Яблоко. Персик. Короче. Летом очень круто заходит, как освежающие. Сейчас так меньше хочется. Киви. Но не бывает скидки. Киви с апельсином, да? По-моему. И они реально натуральные. И такие вот чувствуют очень. А это типа йогурта. Вот смотри. Такое мне не очень нравится. А вот смотри. Зеленый. Ананас. Киви. Апельсин. 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 Шпинат. А вот это я не знаю что такое. Ух ты прикольно. Четыре. Четыре круассана за 1 евро. Такие неплохие, кстати. Можно взять? Да. Возьмем. Штучек 8. Их реально вдоль порезал. Можно и с колбаской, и с вареньем. И с вареньем. Знаете? Хорошие. Вот мы когда с палатками ездим на кемпинг. Мы постоянно студируем этот магазин. Самый четкий. У него в Нидерландах больше всех нравится. Но он, конечно, не дешевый. Апельсин надо упаковать, да? Здесь, кстати говоря, хороший выбор чаев. Что касается Липтона. Липтона в Германии раньше не было. Я помню, была проблема Таня Липтона найти. Сейчас тоже? Нету сейчас? В каких-нибудь турецких магазинах есть. А в немецких нет. А Липтон привычка пить у нас еще из Латвии. Так что здесь с чаем Липтон проблем нет. Вон его сколько. Бывает, что один берешь, второй бесплатно. Но сейчас, смотрю, нету. Тут есть какие-то покруче интересные. С имбирем. Нили, что это? Имбирь, да? Имбирь. Я обычно здесь беру черный Липтон и их собственной фирмы Ромашку и Жасмин. Я не беру. А еще кофе у них выгодно брать. Но не здесь. Обычно, но не здесь, да. О, капсульное кофе, кстати, которое мы никогда не брали. Перла. Такого я не видел еще. Оно чуть дешевле, чем стандартное. Но здесь и меньше. Здесь 12 штук. А здесь... 16. Где-то я не вижу. Здесь 16, да? А вот на эти, сейчас на большие покупки акции. Видишь? Смотри, 110 евро вместо 15. А может там выгоды большие было бы брать? Ну, ты такой никогда не пил. Тут 30 капсул. Подожди. 30 капсул, 12 почти евро. 11. Ну, это не выгодно. Это не выгодно. У нас за 3,20 с чем-то, за 3,40 можно. Ну, если здесь 16, за 4,50. Ну, это тоже дорого, Саша. Да. Ну, единственное, что я возьму, это старбак, потому что старбак редко, а кофе его нет. Ладно, возьмем. Здесь обычно цветы продают вообще. Но вот сейчас рождественские композиции. Вот такая композиция стоит... 14,99. Вот эти маленькие по 5 евро, по-моему, да? Ну, в принципе, тут ничего нету, ягодки. Это какая-то хмазбищенская с композицией. Почему? Тут только две свечки. Таня, в Европе нет такого понятия? Да, у меня как-то не ассоциируется. Тоже 15 евро вот такая. На окошке красиво, да, на подоконнике? Да. Они же любят украшать подоконника. Вот она из дерева, видите, как сделано. А, слушай, они еще и расцветут, наверное, цветы эти, да? Да. Да. Хотела бы такое? У нас на окошке нигде не поставишь? Нет, да, подоконник никак. Ну, все остальное, тут непонятно. А это елка настоящая? Да. Настоящая, чем-то побрызгана. 9,99. А, кстати, вот елка в горшочке ты хотела-то. Он не настолько маленький. Ладно. Ну, вот что ли это, да? Известно все так сделано. Ну, это сезонно, конечно. Тоже живая, да? Да. По идее она может дальше расти или нет? Ну, по идее может. Ну, 5 евро. Ладно, пошли. Вопрос, если у вас возник вопрос, почему я хожу в простой маске? Где моя маска с моими логотипами и надписями? Я их все потерял. Маску с флагом я потерял где-то, не могу найти. Зеленая у меня была такая маска, я тоже потерял, не могу найти. Вообще без понятия где она. Свои белые авторские тоже. Я не понимаю, как он так. Моя с сердечками осталась в другой курдке в кармане. Я поэтому... Я перекопал все карманы, не могу найти, не знаю, как будто сглазил кто-то. Куда-то эти маски пропали, не могу понять. Так что вот, у меня такая теперь лежит опять одноразовая. Самая, кстати, наверное, не теряющаяся и подходящая. Она лежит в кармане и не паришься. По пути решили зайти еще посмотреть игрушки здесь елочные. Но прикольно, когда они в двух цветах. Вот не так, наверное. Так уже нет. А, в двух. Ну это вообще пластик, да? Ну да. Чисто так вот, на один раз надо. Вот вы. Глянцевый, матовый и серебристый. Не знаю, как ты каждый раз думаешь об этом, а потом думаешь, купить это барахло никакое, да? Да, вообще никакое, правда. Лучше стеклянное. Лучше мало, но стеклянных, чем много пластмассовых. Шампанское. Детское что ли? Ну да, 275. Хочешь выпить? Это тоже детское? 15 евро. Нет, это нормальное. Не, на бухло вообще не тянет, кстати. Вот вообще отлегло полностью. Даже на детское? Вообще не понимаешь, даже на детское не тянет. А у нас еще много стеклянных игрушек дома целых? Есть, нормально. Есть еще? Нормально. Не, можно добавить, конечно, чуть-чуть. Мы вернулись домой. Дети! Да? Календари сегодня еще не открывали? Нет. Нет. Давай, Тимурка первый? Да. Да. Верно. Давай. Так, это мой шоколадный Дед Мороз. Ведь сегодня утро. Сегодня шестое. Да? Да. Вот, оно шестое. А седьмое завтра, да? Седьмое? Да. Так, окей, значит у нас сегодня шестое. И что у нас тут попадется? Попался какой-то беленький огонек. И что это? Не знаю. Тебе лучше знать. Ты фанат Галли Поттера. Не знаю, но я из четвертой части такого не припомню. Я уже нашла номер шесть. Вот тут. Со стороны. Я думаю, что там будет бутылочка. Я думаю. Ха! Вот так. И... Да, я была права. Вот такая бутылочка. А с чего ты решил, что бутылочка? Видишь? Что-то сделано. Папа, по-другому. Вот так, да? Кружечка. Да. А с чего ты взяла, чтобы ты знала? Нет, я просто думала, потому что это все вещи, которые я знала и они могут попасть. Попадаться так сразу. Угу. Хорошо. А что будет завтра? Ничто у меня еще не было. Какие-нибудь очки? Я думала, может быть, какой-нибудь... Да, очки. Может быть. В общем, Тимушка собрал. И это оказалось кубок огня. Где он? Вот он, кубок огня. Да, вот он, кубок огня. Вы, который... Здесь у нас Гарри Поттер. Да. Вот кубок огня это то, куда в четвертой части, да, ну, те, которые хотели участвовать в турнире, они писали на куске пергамента свое имя и дали его в кубок. И в конце концов в один день там три выбрали и случайно еще и выбрался Гарри Поттер. Гарри Поттер. Ну, потому что один из надеев закинул. Сейчас не буду отдаваться жестких подробностей. Короче, у нас на неделе наклеили объявление на двери в дом. что вот сегодня, 6 декабря, все соседи. Давайте в 6 часов вечера выглянем в окно и будем петь песни. Какие конкретно песни написано, напишите на e-mail, я вам пришлю. Я не прислала e-mail, но песни у меня эти есть. Итак, время уже, время 18.00. Давайте посмотрим. Кто-нибудь вообще будет петь? Вон люди стоят. Вон люди основаны и страховки. Нажимайте песни. Давайте петь. Давайте петь. Я не умею. Я слышал. Я слышал. А, я не умею. А, я не умею. А, я не умею. А я не умею. Субтитры подогнал «Симон» 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 Здорово было, Милан? Сколько она песен не спела? Не знаю. Ты все слышала? Да, я думаю, две. Больше она спела. Классно было? Да. Ты хоть одну знала из этих песенок? Одну немножко знала. Я слышал, конечно, но я слов не знал, поэтому я не мог петь. Я тоже. Закрывай, окошко холодно. Угу, можно. Угу. 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 Угу.